Восвятая служба информации телера до компании Гомелю, студии працуя Марина Джалая. Глядите у гэтым выпуску. Самая крональная детячая акция. Малые, які з'явилися на свету День незалежности, и их мамы прымают веншаванье и подарунки. Земля у аренду и уласнасть. Другого жнивня у Гомеля отбудется буйный аукцион. Переступить моральные межи. Гомельский молодежный театр рыхтует премьеру психологичного трилера. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. У День незалежности у регионе з'явилися на свет 33 детяти. Сегодня малые и их мамы прымают веншаванье и подарунки. Крональную детячую акцию, что год проводит областная организация громадского объединения «Белая Русь». Разом с ягей активистами областный родильный дом накировалися наши корреспонденты. У той час, як 3 липня уся краина святковала День незалежности, для медперсоналу и шел звычайный працовный день. У Гомельским областным родильным доме график был вельми напруженным. Перший новороджен изъявился на свет, яшчина святанку. День был праздничный, но прошел он, как обычно, достаточно активно. Роды первые в этот день начались в 5 часов утра. Сразу практически одни с другими были двое родов совершенно нормальных. Но затем роды распределились более равномерно в течение дня. Все хорошо себя чувствуют детки, и мамы тоже. У Вогаля 3 липня тут приняли 7 детей. Причем девчонки обышли хлопчиков с ликом 6-1. А пошненовородженый 3 липня зъявился на свет у 22 години 36 хвилин. Прознекольки дзен усеянные принимают подарунки от областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь». Врачи ставили с 10 июля, родились мы 3-го, в 5-15. Приятно, конечно. Праздник это очень приятно. Еще поздравили, пришли, подарочки вручили. Очень все приятно. Спасибо большое. Дату у нас ставили 28 июня. Когда приехали сюда, оказывается, дата должна быть 2 июля. Но мы появились 3 июля. Захотелось, наверное, просто у мужа день рождения 8 марта. Ну, надо, чтобы сын был тоже каким-нибудь с праздником. Вот, и мы что, 3 июля. Назвали уже вчера, муж придумал Алексей. 3 липня у Гомельской области народилися 33 дитяти. 18 девочинок и 15 хлопчиков. Усеяны у гэтый дзень разом с мамами принимают веншаванье и подарунки. Для областной организации «Белой Руси» это добрая традиция. Первая доброчинная акция отбылась в 2008 году. За этот час только у областном роддоме повеншавали больше, как 300 женщин. Тех деток, которых мы в 2008 году первых поздравляли, мы уже спустя время отправили в школу, поздравили с переходом в первый класс. Поэтому мы их по жизни ведем, отслеживаем. Будем помогать им потом, будем в институт их провожать. Поэтому мы своих деток не бросаем и будем сопровождать их по жизни. Ганна Ковалева, Ганна Коральчук, Валерий Гапанько. Телерадоакомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Адресное субсидирование в жилевом будавництве уводится в Беларуси. Отповедный указ подписал президент Александр Лукашенко. Субсидии будут предоставляться на выплату частки процентов за корыстание кредитом на будавництва, отрыманным у любым коммерциным банку. Ашмадетным и молодым семям, а так само детям-сиротам и на погашение частки основного долгу. Умовы, на яких будет предоставляться держпотрымка, изменяются. Наприклад, кредиты на будавництва жилья можно будет взять не на 20 и 40, а только на 20 годов. Принциповая розница в том, что, когда сейчас компенсация с бюджета львотных кредитов предоставляется банкам, то по новому указу она будет идти грамадянам. Еще один способ обзавестись жильем – побудовать властный дом. Земельный участок можно купить празаукцион. У Гомельским Гарвыканкаме яны проводятся некальки разу на месяц. Наступно отбудется другого жнивня. На торги выставят пять земельных участков для набыття в приватную властность. Яны размешаны по Старого-Латавской вулице, на Старого-Латавским и Луговым завулках, на пересечении Гвоздичной и Аграрной вулиц, а так само у поселку Новая Життя. А кроме того, на аукционе будут представлены четыре земельные участки для выкрыстания на правах аренды. Яны находятся у 16-18 микрорайон, у района Редческая проспекта и в улице Косарова, а так само у Червоным Маяку. Земельный участок, который мы выставляем на аукцион, он в принципе полностью сформирован. То есть на него есть документы. Победителю аукциона не требуется оформление каких-либо дополнительных документов. Он в течение 10 рабочих дней после победы в аукционе, скажем так, вносит сумму необходимую, скажем так, за которую был приобретен этот участок, возмещает расходы на организацию проведения аукционов. И в принципе с квитанцией, с решением, землеустроительным делом, за которое, скажем так, он возмещает расходы, которые были оформлены на Гомельском горосполком, идет в БТИ и регистрирует права на этот участок. То есть в принципе это занимает по-хорошему 10 рабочих дней. Подробную информацию об умовах проведения аукционов можно отрымать по номерах телефона у Гомеля. 310948 – это землюпорадковальная служба Гомельского Гагарова-Конкама, альбо 419786 – у Гомель есть дезцентры. Розных документов в свете невероагодное множество. У нас сейчас ими володуют не только люди, али и хат не живел, автомобили, будинки, бытовая техника. Али кали речь можа сослужить службу человеку без документа, то человек без документа лечится паза законом. Сегодня у интерактивной передачи «Добрый вечер, Гомель» вы пачуете – продъявите ваши документы. У дельники передачи расскажут про пашпорт и посвечения у темлеководительские и навод про электронные рецепты. Усё, что тычится правилам оформления, отрымания, корыстания и замены документов, у промым эфиры передачи «Добрый вечер, Гомель» у 20.40 на Беларусь 4. Телефон студии 3.7.519. Отлеглость у тысячу километров для соправданного сябровства не пирожкода. 15 годов супрациониста означали городы по братимам Мазыр и польские хойницы. Протяг тема в сюжете наших мазырских коллег. В 2002 году танцевальный коллектив «Полеская зорышка» приехал на международный фестиваль фольклора в Польшу. Яркое выступление юных артистов никого не покинуло равнодушным. Отбылся визит у отказ. У Снежни 2002 года мазыры хойницы стали побратимами. Был подписанный протокол об супрацовнице у экономице, адукации и культуры. У рамках культурного обмена у Польшу проезжали харизматичные сваяки. На сцене польских фестивалей взяли «Полеские зорочки». А поляки широ захоплялись белорусской гостинностью. Юзовский был мазыры уже восьмый раз. Личить такие сустреши – лепшие мосты для односинов. Мазырь – дружественный нам город. Город побратим. Приятно жить рядом с такими друзьями. У наместника-бугамистра хойницы Эдварда Педжика это уже 12-я поездка в Мазыр. В этом году Эдвард идет на пенсию. В складе офицейных делегаций быть не сможет. Но признается, обовязково приедет в Мазыр с приватным визитом. Бо тут у него вельми шмать сябро. Очень нравится город. Я хочу отметить, что город очень изменился. Я помню свой первый визит. Это была зима, был снег. А сейчас Мазырь расцвел. Чувствуется рука хозяина во всем. Светлана Груцько, Юрий Горобец, телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании Гомель. Аздоровленший лагерь «Курсант» тым примет 25 тяжких подлетков в Гомельской области. Проект стартует завтра на базе военно-транспортного факультета Белорусского университета транспорта. Школьники на протягу тыня будут примать удел в спортивных и забавляльных мероприемствах. А на наступном тыдне гостей чекают у Лоеви. Адукацинный проект, який допомагает реализовать держпагранатрат, зберает 40 подлетков. Головная задача – профилактика правопорушений и беспека детей на летних каникулах. У Червене в регионе зафиксовано 16 фактов злочинства, здействованных неполнолетними. У основным это хулиганство и крадежи. Региструются и нешасные выпадки – опеки, падения из вышины и дорожно-транспортные здарения. Гомельский городский молодежный театр рыхтуется представить глядачам премьерный спектакль «Метод». На сцене разгорнится загадковая история по пьесе каталонского драматурга Жарзи Гальсерана «Метод Гранхольма». Спектакль заявлен як психологичный триллер. Йон пропануе глядачам стать светками эксперименту. Четыре персонажи с розными характерами будут проходить выпробование на престижную посаду в буйной фирме с великой зарплатой. У некий момент процедура отбору претендентов перетварается у жорсткую психологичную пытку. За невинными на перший погляд тренингами и тестами хаваются безлитосные манипуляции с человеческой свядомостью. Спектакль «Метод» расскажет, на что готовы пасти человек деля паспяховой карьеры и какие моральные принципы, Йон здольный переступить. Те болевые кропки, которые существуют в нашем грамадстве, они дивным чином у Гальсерана амали усе на видовоку. Это и феминизм, это и ставление до таких, как не все. Вовле, шмат морального, на что человек здольный пасти, какие межи этой моралью он здольный перекрочить, как прийти до своего, как до Махшися своего. Голи, пасля глядишь, за что ты смогла вообще? Те варто, те варто было за это смогла. Те варто было крыльдить, те варто было зневажать, ображать. Ну, это тое пытание, на которое, мне задается, каждый сам мусить отказать для себе. Декорации постановки вельми стрыманы, что за семью Выпадкова. Тут так само нема спецэффекта у вокальных и хореографичных номеров. Уся увага сконцентрована на актерском майстерстве. Первый показ спектакля «Метод у молодежного театра» отбудется завтра у 19.00. Гэты и иншие новины вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvgomil.by Далее у эфира «Спортивный агляд». С новинами спорта у вас познайомець Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова